некоторое время назад мы опубликовали опрос брить или не брить вот в чем вопрос смотрите но вы уже поняли да что большая часть проголосовала за брить поэтому я сегодня чистенький вернулся так сказать помолодел и спасибо вам за комментарии которые вы уже наверняка пишите да та часть которая была за бороду наверняка написала уже мол типа нет бородой тебе было классно все остальные пишут да да привет ты помолодел помимо всего прочего у меня такая новость мне Влад Волкоморов я ссылочку на него там внизу дам на его вконтакте сделал индивидуально нож который теперь будет моей правой рукой отличная сталь отличная форма классика жанра все как я хотел Влад низкий поклон это такие вещи которые как продолжение руки потом и я его теперь с собой всегда ношу потому что еще есть чехол а блюдо будет сегодня вот какое вернул вернулся к своим баранам сезон кабачков начался кабачки пошли уже и постарше и помладше и всякие разные и мне привезли с фермы мои друзья офигительные кабачки малышей я уже съел но один все-таки оставил вот это вот свежайший урожай для того чтобы вам рассказать что можно было бы с ними сделать по аналогии с тыквой можно делать и оладьи и котлеты и выжимать и в суп и отправлять и делать суп и пюре но я например сам для себя открыл вот такие знаете как сказать простые рецепты которые позволяют нам быстро со всем справляться дуршлаг сито ну как угодно назовите терка терка у меня типа корейская морковь да то есть нож и вот эти вот составляющие но это такая поварская история они продаются в разных видах в разных производителей главное что нам главное получить соломку соломочку толщину сами определите чем тоньше тем быстрее салат будет готов причем салат этот можно есть на следующий день и он станет даже еще ну на порядок вкуснее я давненько не делал никаких азиатских мотивов поэтому это будет чистая азия в общем что мы имеем имеем гору кабачковой соломы все это перекладываю дуршлаг зачем вы уже наверно догадались теперь подсаливаю слегка чтобы вода выходила все верно верно друзья и оставляю там на 15 минут на 20 смотрите вода будет течь из нее ручьем овощи потому что нежные сладкие огурчик тоже на этой терке он для чего нам для свежести потому что огурчики тоже у меня с фермой они тоже совершенно свежайшего урожая вот так и огурчики отправляю сюда же во первых они сольются с кабачком и будет непонятно где огурчики где кабачок но пока что дадим им распрощаться с влагой лук и кинзу я чуть позже нарежу а пока что сделаем соус заправку к этому салату использую кутер несмотря на то что были комменты по поводу того что это катер от слова к отрезать я еще раз повторю для тех кто не слышал значит есть масса иностранных слов которые в русском языке мы произносим по-разному вы это знаете без меня я не буду сейчас называть никакие бренды поэтому вот эту вещь мы не называем мы не говорим катер по аналогии с американским или английским языком мы не говорим кутер потому что так удобнее с точки зрения русского человека вот так как я сказал что это будет чистая азия поэтому у меня здесь имбирь чищены небольшой кусочек чеснок 2 зубчика очищаем сюда же в азии у нас что чаще всего ну и базовые как бы базовые вкусы обязательно кислый обязательно соевый соус соленый обязательно стебель очки кинзы я отрежу чтобы вкус был дополнительный это мы отправим к кабачку стебельки с ярким ярким вкусом сюда чесноку с имбирем эх чуть палец не порезал нож новый блин привыкаю так соевый соус почему в кутере почему не в миксере почему не в почему не вручную значит я сам не очень люблю куски имбиря которые кладут в супы или в салаты поэтому я всегда имбирь стараюсь ну как-то его отдать вкус и убрать значит сюда же все на глаз нету здесь такого знаете какого-то когда панацеи типа это должно быть так приблизительно приблизительно в равных количествах соевый соус кунжутное масло лимонный сок или уксус но чаще по моему личному вкусу я добавляю кунжутного масла больше ну потому что считаю что вот мне так лично вкуснее масло кунжутное в пакетике стоит потому что его перевожу с собой везде беру пакетиком закрываю для того чтобы она не вдруг если что прольется масло кунжутная используют только из жареного кунжута то есть масло темное ароматное все ароматные масла делают из жареных семечек так вот кунжутное нерафинированное вообще не имею смысла использовать не использую потому что из нерафинированных чаще всего и вы наверняка пользуетесь подсолнечным и зачем вот эти вот типа там там зош еще что-то по солнечным тоже все нормально что-то мне не хватает в этой заправке чили мне не хватает а чили 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 у меня есть знаете что у меня есть два крошечных перчика чили сухих мне их привез от вернее посылкой пришла с мадагаскара и вот это перцы пири пири погуглите там в зависимости вилка остроты по шкале сковеля от девятиста пятидесяти до миллиона семьсот пятидесяти то есть вам может попасться перчик миллион семьсот пятьдесят поэтому видите вот такие две крошечки туда бросаю он сам посеял такой малыш этого будет достаточно для того чтобы тут ну как бы знаете все осталось в норме все закупориваем вот так вот здесь дырочки до блендер у меня star wind внизу в описании ссылочка я этой техникой пользуюсь всегда вы уже в курсе но на всякий случай напоминаю может вдруг что-то интересное для себя найдете сюда можно добавить сладости но например кабачок сам по себе и огурец довольно свежий и сладости они особо не просят то есть если бы это были например чистые огурцы которые имеют водянистый вкус то можно было чуть-чуть меда добавить ну как меда все почему-то когда делают азиатскую кухню говорят что нужно добавлять везде мед чушь собачья китайцы бы разорили всех пчел если бы везде добавляли мед нет они просто добавляют патоку сахарный сироп в общем получилась вот такая вот заправка видите кусочки там разбились но все вместе объединилась обязательно нужно попробовать огонь этого достаточно учитывая тот факт что соевого соуса здесь не так много тут чуть-чуть соль есть и все вместе это объединиться превратится в чудо в чудо заправку где шайтанная вода то шайтан арба шайтан вода хорошо сделаем так тогда достаем отжимаем потому что представьте у нас во первых соус заправка до жидкий если у нас еще будет вода здесь она сильно сильно размывать соус получается такой салат червячков кабачков червячков все остатки собираем воду лишнюю убираем сок от кабачка и огурца кстати тоже можно на основе него добавлять туда масло и какие-то доп ингредиенты на основе него тоже можно делать соус и соус а заправку дрессинг правильно называется значит теперь кинзульку сюда лук наискосок лук тоже с огород должен быть помните об этом так вкуснее всего все теперь заправка через сито если вы любите такое количество чеснока имбиря и всего прочего то конечно можете это не пробивать просто нарежьте и добавьте но еще раз повторюсь я не люблю когда у меня на зубах взрывается вкусовыми такими штуками имбирь и тем более свежий чеснок перемешиваем салат из кабачков по соли супер теперь нужно взять самую красивую тарелку и выложить простейший но самый вкусный салат из кабачков желающие могут его посыпать кунжутом как якобы принято в азии хотя насколько я знаю вообще кунжут далеко не в каждое блюдо сыпется но знаете как у нас индийская кухня в россии не индийская поэтому все хорошо сыпьте кунжут посмотрите когда дома готовлю такие штуки я не не трендю как многие пишут теперь типа рецепт на минуту а нам 15 минут рассказываешь конечно если вы новенький на моем канале то объясню я всегда рассказываю нюансах поэтому у меня рецепты немножко длиннее чем нежели я просто порубил бы и скидал я объясняю 9 объясняю вкус я объясняю что должно происходить а те кто старенький знают прекрасно и своим друзьям объясните что когда вы знаете нюансы и вот это вот все процессы тогда получается впоследствии блюдо намного вкуснее почему еще такая терка до для корейской моркови они они обычная вот это вот это она давит продукт она не режет его она вы его выдавливаете из него все соки вырвете эту ткань на терке вот как я вам показал соломка вся ровненькая он по вкусу не шершава он очень гладенький нежный и азиатку люблю смотрите минимум ингредиентов минимум вы получаете быстрый продукт для работы с кабачком если вы не будете ничем приправлять выдавите сок и сюда добавите муку и яйцо то вы а так вы даже можете сюда прям воду слить и добавить муку и яйцо и испечь оладьи они будут с азиатским вкусом с соевым с кунжутным маслом чесноком с имбирем кстати идея вот сейчас сам только что сообразил хотите добавить сюда другой зелени добавьте щавель неплохо подойдет хотите добавить сюда каких-нибудь фруктов шинканите тонкой соломкой ананас сюда прекрасно подойдет если у вас есть зеленый персик какой знаете который вы купили таких зубы там оставили и решили что либо додозреет либо его тоненькая соломка сюда у вас будет вот эта нежная сладость она будет дополнять хотя кабачок сам по себе очень простой такой сладковатый привкус имеет поэтому здесь я вам даю идею а вы уже дальше решаете как с ней быть как ее доработать по вашему вкусу поэтому до новых встреч оставайтесь кайфуйте и живите вкуснее пока